Посмотрите на эти кадры. Это новостройки, которые вполне можно было бы оставить. Но в Китае разгорелся кризис рынка недвижимости, там падают продажи уже несколько месяцев. Из-за этого застройщикам становится дешевле снести новостройку, чем содержать её. Власти поддерживают сносы, компенсируя затраты. Уже две трети застройщиков обанкротчены или находятся на стадии банкротства. А вот другая новость. Китайский производитель чипов SMIC добился 7-нанометрового технологического прорыва наравне с Intel TSMC и Samsung. Китайской компании потребовалось два года, чтобы добиться скачка с 14 нанометров до 7 нанометров, что быстрее, чем у TSMC и Samsung. Эксперты заявили, что SMIC научились производить 7-нанометровые чипы даже без самого современного производственного оборудования. Так что же на самом деле происходит в таком, казалось бы, для всех понятном Китае? В этом документальном фильме вы увидите эту загадочную страну с многих ракурсов, и именно такой обзор позволит сложить многоплановую точку зрения, которая будет ближе всего к реальности. Впрочем, дать этому оценку вы сможете самостоятельно после просмотра, написав в комментариях, что думаете по этому поводу. Итак, начнём. На сегодняшний день Китай успешно реализует самые беспрецедентные, не имеющие аналогов в мире реформы. Успех их во многом обусловлен финансированием за счёт государственных банков, под контролем которых находится 90% финансов Китая. Конечно, без коррупции не обходится, она собственно часть китайской культуры и плоть от плоть клановой системы власти. Вкратце, схема на сегодняшний день такова. Существует целая каста высших государственных управленцев, так называемые «принцы». В основном это дети и внуки соратников Мао Цзэдуна, которые вместе с великим кормчем строили современную китайскую народную республику и сформировали новую китайскую элиту. За таким принцем стоит собственная элитная группа – клан со своими политическими и бизнес-интересами, набором инструментов влияния и совокупным административным ресурсам должностей, которые занимают его представители. В свою очередь эти кланы объединены в более глобальные элитные корпорации. Традиционно таких было две – так называемые «комсомольцы» – наследники старой пекинской партийной элиты, и «шанхайская клика», вобравшая в себя в основном выходцев из китайских элит 90-х годов. С недавнего времени выделилась ещё и третья самостоятельная элитная корпорация – клан Си Цзиньпина, ранее принадлежавший к шанхайским, но отошедший от них и стремительно нарастивший мощь своего клана. Кланы разделили между собой все сферы влияния в Китае. Они контролируют бизнес, в том числе и теневой. Сложная и запутанная политико-экономическая система, сочетание рыночного и социалистического укладов, специфические отношения с Гонконгом, особый статус Тайваня и многие другие характерные особенности китайской экономики создают огромный теневой рынок, который находится под контролем кланов. И это не говоря уже о стремительно растущей экономике, ориентированной как на экспорт, так и на огромный внутренний рынок, новейшие разработки, модернизацию вооружённых сил, собственную космическую программу, которые создают невиданные ранее потоки денежных средств и возможности для личного обогащения чиновников. Так что все эти сказки про расстрелы коррупционеров в Китае, мягко говоря, не соответствуют действительности. Так или иначе, за 25 лет Китай вышел на первое место в мире по валовому внутреннему продукту. Международный валютный фонд, Всемирный банк и даже ЦРУ признают это. Цифры у вышеназванных организаций немного разнятся, от 17 у ЦРУ до 18 триллионов долларов у МВФ. Американцы вообще грустят. Расследование Сената США выявило, что Китай поставляет свыше миллиона различных видов деталей в оборонную промышленность страны. На первой позиции в списке китайского экспорта в США находится компьютерное оборудование. Список же американского экспорта в Китай возглавляет металлолом и отходы промышленности. Знакомая ситуация, не правда ли? Помимо Запада, в который Китай активно инвестирует, он практически мирно захватил страны Африки, участвуя в строительстве авто и железных дорог, аэропортов, связывая в единую инфраструктуру все 54 страны. Китай вложил инвестиции в тысячи африканских проектов. Его мирная аннексия распространилась на сельское хозяйство, инфраструктурные объекты, обрабатывающую промышленность и логистику. Китай имеет самые крупные в мире запасы 27 видов полезных ископаемых. По факту это единственная в мире сырьевая супердержава, а не Россия, как многие думают. К примеру, за один год в Китае добыто почти 80% сурьмы и вольфрама от мирового объема. Редкоземельных металлов – 85%, из них золото – 15%. Китай обладает крупнейшими мировыми ресурсами сланцевого газа, а по запасам добычи и потреблению каменного угля находится на первом месте. За последние годы в Китае было произведено стали 49% от мирового производства, чугуна – 54%, угля – 47%, железные руды – 50%, цемента – 60%. В США посчитали, что Китай за три года произвел цемента больше, чем штаты за 100 лет. Таким количеством можно было бы полностью забетонировать штат Гавайи. Единственное, чего серьезно недостает Китаю, это натурального газа и нефти, которое он вынужден импортировать из нескольких стран, в том числе из России. Правда, нашумевший газопровод «Сила Сибири» оказался некоммерческим, как еще в 2017 году его характеризовал министр энергетики. Ведь этот проект не окупится как минимум до 2048 года. Но для Китая он не является жизненно необходимым, для них это резервный вариант, при этом как единственные покупатели они смогут диктовать свою цену. Так что газопровод специалисты-газовики называют затратной показухой. По аналогии с открытым в 2011 году газопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток, который тоже никому оказался не нужен. Часто можно услышать, что если Китай мировая фабрика, то и экологическая ситуация здесь самая тяжелая. Частично это так, однако это немного устаревшая информация. Во-первых, правительство КНР в последние годы останавливает работу десятков тысяч заводов по всей стране. Многие химические производства планово закрываются или запускают опять же плановую модернизацию. Все токсичные производства химической промышленности переносятся за городскую черту. А во-вторых, вредные производства идут на экспорт в существенно менее прихотливые страны, правительства которых готовы закрывать глаза на черный снег и розовые реки в обмен на щедрые китайские кредиты. Например, в одной только провинции Хэбэй более 700 компаний по производству стали и цемента, а это одни из самых грязных производств, перевели мощности в соседние страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Одна из компаний выкупила активы убыточного сталилитейного завода в Сербии и инвестировала 300 миллионов долларов в его реконструкцию. А с Казахстаном заключены соглашения на сумму более 20 миллиардов долларов об условиях и объемах китайских кредитов при переносе производственных предприятий на территорию Казахстана или строительстве новых. Ведь что, что, а строить Китай умеет. За 20 лет Китай в 10 раз увеличил длину своих высокоскоростных автомагистралей. Из 330 тысяч километров мировых высокоскоростных дорог треть, 112 тысяч, принадлежат Китаю. В Китае построено более 300 тысяч мостов, причем из 10 крупнейших мостов мира половина находится в этой стране. Помимо прочего, это требует высочайшей квалификации инженеров и высокого уровня инженерного образования. Самый длинный в мире виадук длиной 164,8 километров, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, предназначен для китайской высокоскоростной железнодорожной магистрали. А железнодорожные вокзалы Китая в Гуанчжоу, Шанхае, Шэнчжэне, Ухане и во многих других городах многократно превосходят по площади и комфорту крупнейшие вокзалы Европы. Китайская гидроэлектростанция «Три ущелья» – самая крупная в мире – 22 тысячи мегаватт. Китаем успешно реализуется грандиозная программа по изучению и освоению Луны. Не забыта даже Антарктида. Здесь открыто за последние годы пять постоянных полярных станций. Вспышка коронавируса, безусловно, повлияла на экономику Китая. Ее потери в первом квартале 2020 года – около 1% от ВВП страны. В то же время руководство страны постоянно заявляет о временном и краткосрочном характере влияния эпидемии. И для такого заявления есть серьезные основания. Одно из них – строительство больниц, как наглядная демонстрация возможностей Китая. Впечатляет факт, что новую больницу, рассчитанную на полторы тысячи мест, построили всего через несколько дней после того, как первая больница на тысячу мест с современным медицинским оборудованием и специальными боксами для изоляции начала принимать пациентов. Однако для мирового лидерства одной экономической мощи недостаточно. Необходима еще идея, отвечающая интересам мирового сообщества. И в этом смысле Китай в лучших традициях закулисных кукловодов может предложить только электронно-цифровой концлагерь, уже практически реализованный у себя. Наиболее полно эту систему протестировали на мусульманах-уйгурах. Народу, входящему в пятерку наиболее многочисленных нацменьшинств, запретили развивать собственные языки и письменность, сохранять или реформировать национальные обычаи, что вызвало массовые протесты. В 2009 году в столице Синьцзяня-Урумчи полиция попыталась разогнать толпу, возбужденную убийствами уйгурских рабочих в Южном Китае. Беспорядки переросли в погромы, были убиты 197 человек, в основном китайцы. Власти арестовали тысячу митинговавших, по меньшей мере 30 из них были приговорены к расстрелу. В ответ уйгуры перешли к терактам, примитивным, плохо организованным, но регулярным. В 2018 Китай впервые заявил о наличии воспитательных учреждений, где уйгурам и другим мусульманам, например, казахам, помогают привести в порядок мысли и исправить поведение. Перевоспитание не считается в Китае уголовным наказанием. Формальные обвинения не выдвигаются, соответственно, нет и статистики. Тем не менее, масштабы репрессий видны даже из-за границы. Лагеря можно обнаружить на спутниковых снимках. Информации мало, ведь целые области Китая остаются закрытыми для сотрудников иностранных СМИ, а в Синдзян тем более не попасть. Но говорят не только об издевательствах и телесных наказаниях, но и о торговле органами. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации прямо назвал Синдзян территорией, напоминающей один гигантский концентрационный лагерь, предположив, что в трансформационных центрах заключен миллион человек. Всемирный уйгурский конгресс считает, что реальная цифра может достигать трёх миллионов, почти трети всего населения. Остальные две трети живут под постоянным видеонаблюдением и тотальным контролем, переходят в соседний квартал после сканирования сетчатки. В смартфонах у них обязательное специальное приложение для слежки, так что в мессенджерах тоже не пожалуешься. В общем, всё в лучших традициях антиутопий. На гребне этих событий появление идеи, названной в Пекине неброским термином «система социального доверия» выглядит вполне закономерно. В 2016 году на заседании Политбюро председатель Си Цзиньпин заявил, для борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания, чтобы человек просто не осмеливался потерять доверие. Были разработаны соответствующие технологии, и теперь каждый житель материкового Китая оценивается указанной системой в режиме реального времени, получая рейтинг доверия. Всем его жителям предоставляется стартовый рейтинг с определенным количеством баллов, будет он расти или падать, находится в прямой зависимости от поведения каждого. Если рейтинг высокий, это святой гражданин, имеющий право на разного рода льготы, например, на получение большого беззалогового кредита. Ниже среднего, жди неприятностей, например, могут уволить с госслужбы. При самой низкой отметке человек становится изгоем, ему не найти работы, не взять кредит, не купить билеты, соседи будут держаться от него подальше, чем от носителя коронавируса. Четкие правила игры пока не прописаны. За людьми следят госструктуры, правоохранители и муниципальные органы. Кроме того, данные собирают и хранят 8 частных компаний, среди которых наиболее известна Али Баба Групп. Полиция при помощи смарт-очков устанавливает личность человека за 2-3 минуты, достаточно просканировать лицо и связаться с базой данных. Только вот общество тотального контроля не знает границ. Электронный концлагерь, как и любой другой, это прежде всего безоговорочная покорность стада. Граждане Китая становятся унифицированными элементами, о которых писалось в Комитете 300, они будут низведены до уровня и поведения дрессированных животных. Туристам, прибывшим в КНР, пограничники втайне от них устанавливают на их смартфоны приложение, оно собирает данные для отлавливания контента, который в Китае находится под запретом. В Китае свобода слова гарантирована Конституцией, однако на практике госконтролю подвергаются любые источники информации, вплоть до поставляемых в страну иностранных фильмов, книг и видеоигр. По данным Индекса свободы прессы, КНР по степени независимости СМИ в 2017 занимала 176-ю позицию из 180 стран. Большинство населения в этом не видят большой проблемы, и во многом это связано с историческими традициями. Еще первый император Китая, объединивший страну, приказал уничтожить все книги завоеванных провинций, кроме трудов по медицине, гаданию и сельскому хозяйству, и запретил все философские течения, кроме доктрины, в основе которой лежало неукоснительное исполнение законов государства. Есть и плюсы тотального контроля, хотя кому-то они покажутся сомнительными. Помните, как цифровая девушка из «Бегущего по лезвию-2049» меняла наряды? Подобные сцены вырезаны в Китае по причине цензуры. Однако и это меняется. Обычно фильмы в Китае выходили примерно через месяц после мировой премьеры, пока партия просмотрит материал, пока одобрит. Однако теперь фильмы, наоборот, стартуют до мировой премьеры, как, например, «Тихоокеанский рубеж 2», а все потому, что франшизу купили китайцы. Теперь фильм не нужно цензурировать, так как он снят по китайским лекалам, так что боссы китайской киноиндустрии стали скупать пачками перспективные проекты. Китайский рынок быстро растет, здесь в пять раз больше потенциальных зрителей, чем, например, в США, поэтому Голливуд все больше подстраивается под правила китайского проката. «Терминатор Генезис» набрал большую часть кассы в Китае, «Мстителей» выпускают ближе к китайскому Новому году, а в «Трансформерах» играет китаянка. Гораздо проще не резать уже готовое кино, а выпустить его изначально подходящим под формат самого большого рынка. Принято считать, что в Китае мало коррупции, потому что с ней здесь ведется бескомпромиссная и постоянная борьба. Смертная казнь грозит любому чиновнику, уличенному в коррупционной деятельности, благодаря чему экономика в Китае работает в десятки раз эффективней. Сметы без коррупционной составляющей оказываются на несколько порядков ниже в цене, чем аналогичные в России. Так это или не так? Всего за 10 минут мы досконально разберем этот вопрос. И информация в конце ролика может вас слегка шокировать. Поехали. Настоящая коррупция пришла в Китай вместе с европейцами. История такова. После поражения в Первой опиумной и Второй опиумной войне с англичанами Китай был вынужден подписать кабальные соглашения, в которых помимо огромной контрибуции закреплялись права англичан вести практически неограниченную торговую деятельность на территории Китая. Фактически эти соглашения узаконили выстроенные английскими контрабандистами коррупционные механизмы, при которых всячески поощрялась и насаждалась тотальная коррупция в среде китайских чиновников, а слабая императорская власть после двух сокрушительных военных поражений не осмеливалась противостоять этим процессам. Образ чиновника-предателя, помогающего иностранцам грабить Китай и вместе с тем наживающегося на эксплуатации народа, крепко укоренился в китайской культуре. В то же время, помимо системной западной коррупции, в Китае всегда существовали и собственные традиции обогащения за счет государственной казны и корыстного использования служебного положения. Это связано с тем, что основой китайского менталитета является особенная роль родственных связей, где верность своей семье превалирует над всеми другими ценностями. Например, в конфуцианских догматах почтения к родителям ставится даже выше, чем лояльность государству и закону. Частные, семейные и общинные связи требуют помощи родственникам и членам общины, и эта помощь должна быть оказана, особенно если кто-либо из семьи получил хороший пост. Карьерный рост успешного человека в Китае воспринимается как, прежде всего, результат деятельности всей его семьи, и только во вторую очередь, как его личная заслуга. В свое время в Китае даже была система обратного дворянства. Дворянство получал не потомок выслужившегося человека по наследству, как это было принято в европейских странах, а наоборот, родители и деды успешного чиновника. Понятно, что сделавший карьеру китайский чиновник всегда будет всеми способами помогать своей семье, в том числе и используя все ресурсы своей должности. В обществе совершенно нормально воспринимается, если чиновник дает преференции своему родственнику в коммерции, использует в его пользу свой административный ресурс, берет на работу родственников. Семейственности кумовство не только не осуждаются, а, напротив, воспринимаются как должное. Подобная лояльность характерна и по отношению к явлению, которое в нашем обществе именуется взяткой. Отдавать часть прибыли человеку, благодаря стараниям которого совершилась выгодная сделка, является частью китайской деловой культуры. Такая деловая культура пронизывает китайское общество до самого верха. Если на низовом уровне кумовство носит семейный характер, то на вершине политической системы действуют огромные кланы чиновников. Собственно, Си Цзиньпин, нынешний руководитель Китая, сын соратника Мао Цзэдуна Си Джунцюня, то есть, говоря нашими словами, мальчик-мажор. В прошлом году США впервые уступила Китаю по числу богатейших людей. Как следует из ежегодного доклада, среди 10% самых богатых людей мира – 100 миллионов китайцев. В США этот показатель составил 99 миллионов человек. Помните знаменитый панамский скандал по поводу офшоров, из которого для россиян наиболее неожиданной оказалась история о виолончелисте Ралдугине? Его ещё стали после этого называть кошельком Путина. Так вот, то же панамское досье открыло информацию и по китайским властным кланам. Среди высокопоставленных владельцев офшорных фирм указаны Жасмин Ли, внучка китайского лидера Дзя Цинлиня, зять президента Си Цзиньпина, дочь постоянного комитета политбюро Ли Пена, жена Бо Силая, бывшего члена политбюро, брат бывшего вице-президента Дзена Цинхуна и сын бывшего члена политбюро Тяна Цзиюня и многие-многие другие. При устоявшейся клановой политической системе борьба между властными элитными группами за ресурсы и денежные потоки, особенно в условиях постоянно растущей экономики, неизбежна. И борьба с коррупцией, все эти публичные расстрелы чиновников-коррупционеров являются во многом инструментом зачистки врагов и усмирения бунтующих элитных групп. Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор полтора миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. До Си Цзиньпина китайские власти предпочитали наказывать коррупционеров прилюдно. В Уголовном кодексе Поднебесной насчитывается 45 статей, предусматривающих высшую меру наказания. При Ху Цзиньтао и Цзяньзэмине в Китае регулярно проводились казни. В 2011-м, например, расстреляли высокопоставленных партийных бонц – вице-мэров двух крупных городов. Но за шесть лет правления Си Цзиньпина китайские чиновники привыкли к другим правилам. Казнили только одного – вице-мэра города Люйлян Джана Джуншена за взятки на общую сумму в 160 миллионов долларов. В общем, казнить перестали, однако число дел против коррупционеров выросло в геометрической прогрессии. При Си Цзиньпине фактически создана новая спецслужба по борьбе с коррупцией. Называется она «Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины». Эта комиссия более влиятельна, чем милиция, госбезопасность, другие спецслужбы страны. У нее свои дознавательные органы – тюрьмы. Возглавляет ее член постоянного комитета политбюро, один из семи бессмертных, как их называют в Китае, личный друг, земляк и правая рука Си Цзиньпина. В каждой провинции, городе, уезде собирается компромат на партийных чиновников. Естественно, опираясь на народ. Открыты специальные сайты, куда можно послать информацию на кого угодно. Только за 2015 год по китайской статистике от трудящихся поступило 2 миллиона 800 тысяч сигналов на взяточников. Кстати, о смертной казни. Уголовный кодекс Китая довольно суров, и оценить это можно на примере текущей ситуации с пандемией. Например, к смертной казни могут приговорить пациентов, у которых подтверждено заражение, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт. Особый пункт выделен и для чиновников. Высшая мера пресечения может быть применена в отношении тех, кто будет злоупотреблять служебным положением для растраты, хищения, мошенничества и других способов незаконного присвоения товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для предотвращения и контроля разного рода бедствий, включая инфекционные эпидемии. Китайские борцы с коррупцией разработали собственный сленг, так сказать, зоологический. Тиграми называют проворовавшихся партийных боссов, лисами – ухитрившихся вывести деньги за рубеж, мухами – мелких коррумпированных бюрократов, берущих небольшие взятки. Лисы привлекают особое внимание общества. По оценке Академии общественных наук КНР, из Китая за границу убежали порядка 18 тысяч нечистых на руку функционеров, которые незаконно присвоили порядка 131 миллиарда долларов. Следы преступников теряются в странах Западного мира, Японии и Таиланде. Сегодня Пекин различными путями пытается вернуть эти средства. Например, за 10 месяцев 2019 года в КНР было репатриировано 1634 подозреваемых в коррупции беглецов. Это на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период 2019 года правоохранительным органам удалось вернуть 420 миллионов долларов незаконно нажитых средств. Китай постоянно укрепляет международное антикоррупционное сотрудничество. Так, в 2014 году на саммите АТЭС в Пекине была оформлена договоренность о создании механизма антикоррупционной борьбы на пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В отличие от хитрых лис, мелкие мухи и самоуверенные тигры не обзаводятся тайными счетами. Наворованные они хранят при себе. Это касается даже партийной элиты. В 2018-м много шума наделали две истории. Заместитель министра угольной промышленности держал дома 33 миллиона евро. Вывозили грузовиками. А заместитель главы округа Тяньцзин прятал в тушках замороженных рыб драгоценности. Еще одна интересная категория. Голые чиновники. Это начальник, спрятавший все деньги в офшоре, отправивший семью за рубеж, но продолжающий сидеть в своем кресле и брать мзду. На родине у него практически ничего нет. Хотя кое-что все же есть. Канадский или багамский паспорт. Так он может в любую минуту переехать в Гонконг, оттуда улететь и пополнить армию ЛИС. Помимо прочего, для Пекина борьба с коррупцией – эффективный способ ослабить социальное напряжение в стране. Разрыв в доходах между богатыми и бедными в Китае один из самых больших в мире. Очевидно, что быстрое обогащение представителей бизнеса не состоялось бы без налаженных связей с партийными чиновниками. Поэтому на высокопоставленных коммунистов может обрушиться народный гнев, и они защищаются. Примечательно, что когда в 2012 году партийное руководство предложило ввести в стране систему обнародования информации о личном состоянии чиновников, то против такого решения проголосовало 98,7% делегатов Всекитайского собрания народных представителей. Знакомо, не правда ли? Передавая власть преемнику Си Цзиньпину, бывший руководитель Китая Ху Цзиньтао говорил об этом прямо. «Если мы не решим вопрос с коррупцией, это чревато фатальными последствиями для коммунистического движения, это может привести к падению партии», – заявил он на 18-м съезде партии. И теперь каждый год власти рапортуют об увеличении числа коррупционных дел. Недавно население порадовали новостью – тюрьма для чиновников класса А Цзиньчен на севере Пекина переполнена, заключенным отказывают в свиданиях с родственниками, которых негде принимать из-за недостатка места. Вот такая история с коррупцией в Китае. Может быть, в чём-то стоит перенять положительный опыт. Ну, например, как вам идея построить тюрьму для чиновников класса А недалеко от Москвы? Что думаете? Пишите в комментариях, всем будет интересно почитать. Не так давно Китай считался не сильно развитой фабрикой планеты, страной, которая ничего не изобретает и только собирает товары по чужим чертежам. Ведь туда международные корпорации переносили производство, чтобы использовать дешёвую рабочую силу. Но сейчас вы увидите поразительные кадры, после которых у вас не останется сомнений, что ныне эта страна – один из мировых лидеров области науки и технологий. Поехали! В 2020 году, пока весь мир боролся с «сами знаете чем», правительство КНР потратило 378 миллиардов долларов на Research and Development – R&D. Прикладные научные исследования и испытания, нацеленные на разработку новых продуктов и сервисов. А в следующие пять лет эта сумма будет увеличиваться на 7% каждый год. Для сравнения, Россия, наоборот, уменьшает эту сумму. У нас она называется «расход на НИОКР» – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Так вот, посмотрите на цифры. В 2020 году на них было потрачено около 7 миллиардов долларов, а в 2021-м планируют потратить в районе 6. Интересное сравнение, не правда ли? Почти 400 и 7. Сегодня каждая пятая опубликованная научная статья написана китайскими учеными. И в ближайшие пять лет правительство Поднебесной планирует тратить на «чистую науку» на 10% больше денег. Причем это не просто никому не нужная фундаментальная наука для высоколобых философов. Китайская наука все теснее переплетается с бизнесом. В 2019 году правительство заявило, что ученые теперь имеют право брать отпуск продолжительностью до 6 лет для создания собственных стартапов. При этом они продолжают получать зарплату и льготы, а их заслуги за этот период засчитываются в академической системе как научная деятельность. Правительство Поднебесной создает максимально благоприятные условия для ученых и бизнесменов, если они работают в определенных сферах, которые руководство страны считает приоритетными. Так, больше всего внимания в 14-м пятилетнем плане Китай уделяет искусственному интеллекту полупроводникам, квантовым компьютерам, нейронауке и генетике. Давайте разберемся, почему именно эти области имеют первостепенное значение и в каком состоянии они находятся сейчас. Искусственный интеллект В этой области сейчас два главных конкурента — Китай и США. Главное преимущество КНР в этой гонке — это 1,4 миллиарда жителей, из которых 1 миллиард активно пользуется интернетом. Люди производят данные, а это топливо, на котором взлетает ракета искусственного интеллекта. Профессор Кай Фу Ли, один из ведущих экспертов в области ИИ, говорит, у Китая больше всего пользователей, и они производят невероятное количество данных, так как китайский быт пронизан цифровыми сервисами. Например, в Китае почти нет кредитных карт и наличных. Все пользуются мобильными платежами, то есть производят данные, на базе которых ИИ работает лучше. Профессор Ли был топ-менеджером в Microsoft, Apple и Google, так что к его словам прислушиваются все, кто хочет быть в теме. По его прогнозам, в следующие 5-10 лет ИИ станет частью любого бизнеса. Компании будут использовать его так же широко, как сейчас интернет и аналитику данных. Он приводит такое сравнение. Когда в обиход вошло электричество, кино заменило театр и оперу. Ну а с развитием интернета все ушли на YouTube и в TikTok. Поднебесная уже сейчас обгоняет США и весь мир в такой сфере ИИ, как и распознавание лиц. Эта технология сильно зависит от количества собранных данных, и в Китае их собирают больше всего. Там расположены 9 из 10 самых просматриваемых городов и больше половины всех камер видеонаблюдения в мире. Во многом, лидерство китайских компаний в сфере систем распознавания лиц связано с тем, что законодательство КНР не мешает сбору и обработке визуальных данных, а даже поощряет их. Технология распознавания лиц — это часть компьютерного зрения, и ее применение не ограничивается одной лишь слежкой за гражданами. Она используется, например, в медицине, беспилотных автомобилях и на заводах. За последнее время китайские университеты создали сотни новых мест для ИИ-профессоров и открыли сотни тысяч заведений для обучения о зам ИИ. В результате в 2020-м Китай уже обогнал США по цитируемости научных работ об ИИ. Полупроводники Никакая современная технология невозможна без компьютера. А компьютер невозможен без вот этой штучки — процессор, он же микрочип, он же полупроводник. В 2020-м из-за пандемии мир погрузился в микропроцессорный кризис. Работа стала удаленной, вырос спрос на компьютерную технику, и миру резко понадобилось больше процессоров. Но производственные цепочки были нарушены локдауном, ведь производство — глобальный процесс, большинство схем придумывают в США, собирают в Азии, а ресурс для них добывают по всему миру. Первым из полупроводникового кризиса стал выходить Китай, поскольку он лучше других был к нему готов. Пока другие страны тратили деньги на борьбу с коронавирусом, Поднебесная активно скупала микропроцессоры. Каждый пятый доллар, потраченный Китаем на импортные продукты, шел на полупроводники. Всего на них потратили 380 миллиардов долларов. В итоге многие страны стали испытывать дефицит чипов, а на складах китайских корпораций вроде Huawei их было с запасом. Все дело в том, что еще в 2018 году Дональд Трамп пригрозил запретом на продажу микрочипов некоторым китайским компаниям, и Поднебесная спал осознала свою уязвимость. Ведь Китай использует 60% всех микропроцессоров в мире для товаров на внутренний рынок и на экспорт, однако производит только треть необходимых ему полупроводников. Если лишить его внешних поставок, все производство встанет. Поэтому усиление производства микропроцессоров у КНР в приоритете. Например, в 2020-м инвестиции в китайские полупроводниковые фирмы выросли в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Заводы по производству процессоров — одни из самых сложных производственных структур, на их создание уходит много времени и денег. Чтобы завод заработал, его необходимо укомплектовать сложной и дорогой аппаратурой, нужны редкие материалы и высококлассные специалисты. До недавнего времени производством микрочипов занималась небольшая кучка компаний, монополизировавших рынок. Но на фоне резкой нехватки чипов рынок быстро демократизировался. Заводы стали нужны всем, так что в 2021 году их строительством занялись не только специализированные корпорации вроде Intel и Qualcomm, но и такие техногиганты, как Apple, Google и Amazon. В Китае собственные процессоры начинают делать известные по всему миру производители смартфонов и компьютеров Xiaomi, Huawei и Oppo. Главный китайский поисковик Baidu занялся производством чипов для умных автомобилей. Alibaba Jackama теперь выпускает чипы для ИИ и облачных вычислений, а ByteDance — владелец TikTok для своих серверов. Коротко говоря, китайцы максимально серьёзно относятся к микропроцессорам своей ахиллесовой пите, поэтому теперь бросили на их производство все силы. Так что вполне вероятно, что скоро Поднебесная вырвется в лидеры по производству микрочипов, и тогда США уже не сможет пугать их санкциями в этой сфере. Квантовые вычисления В конце 2019 года в Google заявили о достижении квантового превосходства. Их квантовый процессор Sikamor за минуты справился с вычислениями, на которые у обычного суперкомпьютера ушло бы 10 тысяч лет. А в конце пандемийного 2020-го китайские учёные сообщили, что их фотонный квантовый компьютер Джузен побил рекорд Google. За считанные минуты он справился с вычислениями, на которые третий в мире по мощности суперкомпьютер потратил бы 2 миллиарда лет. Звучит красиво, но пока эти квантовые машины мало на что способны. Чтобы квантовые компьютеры работали как следует и выдавали надёжные результаты расчётов, их нужно полностью изолировать от окружающей среды, в том числе от температурных и электромагнитных воздействий. А это пока физически неосуществимо. Поэтому их вычисления остаются шумными, окружающая среда влияет на точность результата. А чтобы получить точный ответ, учёные корректируют результаты квантовых вычислений другими вычислениями, тоже очень сложными. Сегодня существует около двух десятков моделей квантовых компьютеров, и пока никто не знает, какие из них окажутся самыми эффективными. Например, Google продемонстрировал квантовое превосходство с помощью сверхпроводников, а китайские учёные — с помощью фотонов. И обе модели работают для очень узкого спектра задач. Тем не менее, в ближайшие годы основная гонка развернётся в сфере практического применения несовершенных шумных квантовых технологий. Один из ведущих современных учёных в области квантовой физики — китаец Панзяньвэй, которого журнал Nature называет «отцом кванта». Именно он курировал создание компьютера Чюзэн, продемонстрировавшего квантовое превосходство. А ещё в 2017 году он совершил прорыв квантовой коммуникации и криптографии. Тогда китайский спутник Майсиус с помощью фотона в квантовом состоянии позволил провести видеоконференцию между Китаем и Веной, которую невозможно было взломать. Нейронаука Считается, что в следующее десятилетие мы увидим бум новых компьютерных архитектур, и одним из наиболее многообещающих направлений считаются нейроморфные компьютеры. Разработчики вдохновляются устройством человеческого мозга и используют для их создания системы глубинного обучения. Нейроморфные системы будут лучше анализировать нейроструктурированную информацию, что сможет приблизить человечество к созданию того самого сильного ИИ — AGI, то есть ИИ, способного мыслить и осознавать себя. Именно таким ИИ любят воображать научные фантасты. В этой сфере особо выделяются китайские ученые из университета Цинхуа, альмаматор генсека Си Цзиньпина. Они первыми представили модель нейроморфной завершенности, то есть рабочую модель нейроморфного компьютера, в нескольких статьях для журнала Nature. Они также создали работающий по принципу биологических нейронных сетей чип Таэнджик, который уже сейчас можно встраивать в автономные велосипеды. Но еще интереснее китайские разработки в сфере исследований человеческого мозга. Запад наслышан о нейроимплантах, мозговых компьютерах, компании Neuralink и Илона Маска. Но пока Маск экспериментирует на свиньях и обезьянах, в Китае не первый год проходят испытания по взаимодействию нейроимплантов с мозгами реальных людей. В начале 2000-х годов китайские ученые проводили эксперименты на наркозависимых крысах и макаках-резусах. Операции на мозгах этих животных приводили к заметному уменьшению зависимости. В 2004 году китайские нейрохирурги провели не меньше тысячи операций на мозгах страдающих опиоидной зависимостью людей. В целом эксперимент считался успешным, так как привел к уменьшению рецидивов у прооперированных наркозависимых, и только у некоторых из них выявили ощутимые побочные эффекты. А уже в 2010-х китайские ученые от простых операций перешли к техникам нейромодуляции, усилению или подавлению мозговой активности с помощью вживленных в мозг устройств. В 2019-м мир узнал историю Яна, 33-летнего мужчины с зависимостью от метамфетамина. В нейроклинику его привел отец, поставивший ультиматум, или опять на реабилитацию, или к нейрохирургам. Ян выбрал нейрохирургов и глубокую стимуляцию мозга. Ему просверлили череп в двух местах, вживили в мозг электроды и вшили в грудную клетку батарейный блок питания для мозговых электродов. Теперь доктор может управлять активностью вживленных в мозг Яна электродов с помощью приложения на планшете. «Эта машина — чистая магия», — говорит Ян. Доктор велит ей сделать тебя счастливым, и ты чувствуешь счастье, или сделать тебя нервным, и ты нервничаешь. Она контролирует твое счастье, злость, скорбь и радость. Генетика Успехи китайских генетиков признаются учеными всего мира. Например, Китай находится на втором месте после США по количеству научных статей в области биомедицинской инженерии. Однако генетики Поднебесной связаны с чередой скандалов, в основном вызванных нарушением общепринятых морально-этических норм. Так, в 2001 году китайский ученый вырастил в лаборатории эмбрионы кроликов с ядрами клеток кожи, взятыми у семилетнего мальчика. Из получившихся гибридов можно было брать эмбриональные стволовые клетки. Благодаря китайским экспериментам с техникой редактирования генома CRISPR-Cas9 на обезьянах, человечество узнало, что ДНК эмбрионов циркулирует в крови матери. В 2018-м китайский биофизик Хэд Зянькуй объявил, что с помощью CRISPR-Cas9 он успешно модифицировал ДНК человеческих эмбрионов и сделал их менее уязвимыми для ВИЧ. Китайский суд строго осудил Зянькуя за погоню за славой и прибылью, посадил в тюрьму на три года и выписал штраф на 3 миллиона юаней — 430 тысяч долларов. В 2019 году генетики из Китайской академии наук модифицировали гены макак-крабоедов, чтобы вызвать у тех аутичное поведение. Это помогло лучше понять природу аутического расстройства. При этом они уже сейчас успешно клонируют приматов и поставляют ученым всего мира 95% трансгенных обезьян для разнообразных экспериментов. Китайская компания BGI Group — один из мировых лидеров по секвенированию геномов человека, животных и растений. Показательна ее история. BGI была создана ученым Ванг Яном в 1999 году как негосударственный исследовательский институт для участия в международном проекте геном человека. BGI и Ян тесно сотрудничали с государственными университетами, обменивались опытом и учеными. Со временем BGI превратилась в коммерческую компанию, хотя сотрудничество с государством не прекратилось. Такое переплетение частного и государственного для Поднебесной — абсолютная норма. BGI отвечает за формирование национальной базы генетических данных Китая, с которой косвенно связаны вот такие, например, проекты. Китайская полиция намеревается собрать кровь у 700 миллионов китайских мальчиков и мужчин для создания генетической базы данных. Материал собирают в первую очередь у мужчин, просто потому что они чаще женщин совершают преступления. Такую амбициозную цель поставили после успешного эксперимента в провинции Хэнань, где полиция за два года собрала образцы крови 5,3 миллионов мужчин. Сейчас Китай владеет базой данных 80 миллионов генетических профилей. Самый большой в мире, и у него есть все шансы стать мировым лидером в области генетики. Сила китайского научно-промышленного комплекса заключается в совместной работе государства и корпораций. Государство выступает в роли большого брата, выделяет компаниями ученым грант и освобождает от налогов, создает особые условия на уровне законодательства. При условии, что цели ученых и бизнесменов совпадают с целями партии, конечно. Что скажете после всего этого? Согласитесь, создается впечатление, что мы живем на каких-то разных планетах. Только вот насколько такая китайская планета со всеми этими пугающими технологиями в конечном итоге дружелюбна к человеку. А сейчас посмотрим, как Пекин разворачивает масштабную многомиллионную программу по пропаганде идеологии партии и регулированию в сфере развлечений. В последние несколько лет китайская коммунистическая партия активно взялась за пропаганду. Разбогатевшая с помощью курса на рыночную экономику граждане Китая уже не демонстрируют былого единства с линией партии, зато стали все активнее потреблять западные товары, а также произведения западной культуры. Поэтому у властей Китая появилась новая задача — взять под контроль наиболее значимые для жителей страны сферы экономики. Прошлый год стал особенно плодотворным с этой точки зрения. Партия взяла под контроль китайские секторы IT и онлайн-образования. Но атакой на технологические компании компартия не ограничилась. Ведь прибыль индустрии развлечений в Китае в 2021 году составила примерно 357 миллиардов долларов, а к 2025 вырастет до 437 миллиардов долларов. Неудивительно, что популярное шоу, фильмы и в целом досуг китайцев уже оказался в центре внимания властей. Посмотрите, это центры практики цивилизации новой эпохи, своеобразные китайские дома культуры и центры досуга. С 2018 года в КНР таких организаций было построено более 100 тысяч. С 2018 по 2021 год региональные власти Китая суммарно потратили на этот масштабный проект более 110 миллионов долларов. Программа центров весьма разнообразна — от уроков политинформации до всевозможных просветительских и развлекательных мероприятий. Например, в программу центров Гуанчжоу входят кулинарные мастер-классы по местной кантонской кухне и лекции о новейших технологиях в сфере беспилотников. В одном из шанхайских центров изучают роль города в ключевых исторических событиях Коммунистической партии Китая. И здесь же есть занятия йогой, пение а капелла, а также бесплатный показ боевика Кристофера Нолана «Темный рыцарь» 2008 года, который занесли в рубрику «Образование горожан». К работе в них привлекли порядка 140 миллионов волонтеров. Они проводят уроки и мастер-классы, ездят по глухим районам, собирая фольклор, а также обучают деревенских жителей финансовой грамотности и оказывают услуги широкого профиля. На первый взгляд, это обычные досуговые центры, где можно научиться готовить, бесплатно посмотреть фильм, заняться йогой или разобраться, как работают современные технологии. Но мотивы властей, вкладывающих в эти центры такое количество ресурсов, довольно прозрачны. Главная задача центров – формировать новых граждан с новыми привычками, а также продвигать идеи председателя Си Цзиньпина о специфическом китайском социализме. Ведь богатеющие китайцы в целом всё меньше интересуются политикой, включая деятельность партии. С одной стороны, это признак стабильного общества, но с другой – не может не беспокоить власти. Чтобы вновь обрести влияние, партии используют популярные тренды как новый формат пропаганды. Также власти Китая разработали и другие механизмы, с помощью которых пытаются донести свою идеологию не только жителям страны, но и всему миру. Одним из таких методов стала редактура иностранных фильмов. В конце января 2022 культовый американский фильм 1999 года «Бойцовский клуб» был добавлен на популярную китайскую стриминговую платформу Tencent Video, но финал был заменен на более подходящий с точки зрения властей КНР. В оригинальной версии персонаж Эдварда Нортона убивает своего воображаемого альтер-эго Тайлера Дердена, организовавшего теракты в зданиях банков, после чего видит взрывы. В новой концовке взрывы зрителям не показали, зато перед титрами появилось сообщение о том, что полиция раскрыла заговор, арестовала преступников и отправила Дердена в психбольницу. Так, культовый фильм Дэвида Финчера, снятый по книге не менее культового писателя Чака Паланника, внезапно стал короче на 11 минут и закончился хэппи-эндом. Судя по всему, финал, где власти не побеждают и не наводят порядок, цензоры сочли неприемлемым для китайской аудитории. Изменение концовки фильма привело к всплеску недоумения в иностранных СМИ. Еще большее удивление вызвало то, что вскоре стриминговая платформа вернула оригинальную концовку Дэвида Финчера. Такая уступчивость для китайской цензуры скорее редкость. Правда, вырезанные сценки секса фильм возвращать не стали. Конечно, «Бойцовский клуб» — не единственный иностранный фильм, который цензурируют китайские власти. Китай уже давно оказывает влияние на фильмы, причем не только внутри страны, но и по всему миру. И это неудивительно, ведь КНР — один из самых привлекательных рынков для иностранных фильмов. До 2020 года Китай занимал второе место по кассовым сборам после США и Канады. Однако в 2021-м Китай опередил США и вышел на первое место в мире по кассовым сборам. В последние годы крупные релизы зарабатывают больше денег в Китае, чем в Америке. В далеком 2013-м Си Цзиньпин заявил, что необходимо найти новые способы хорошо рассказать историю Китая. С тех пор, чтобы получить доступ на прибыльный китайский рынок, американским кинематографистам нужно избегать определенных тем, таких как секс, вопросы ЛГБТК+, преступность, насилие или изображение Китая, не соответствующее стандартам партии. Не пропускаются фильмы, которые могут стать угрозой национальной безопасности, нанести ущерб национальным интересам, а также нарушить территориальную целостность страны. Учитывая привлекательность китайского рынка, некоторые иностранные студии сами меняют фильмы, чтобы понравиться китайским регулирующим органам. В результате некоторые из самых известных голливудских фильмов существуют в нескольких вариантах – для мира и для Китая. Так, например, в фильме о Джеймсе Бонде «Скайфолл» 2012 года цензоры потребовали вырезать сцену, в которой убивают китайского охранника, а также упоминания о работе и полицейских пытках. У Китая при этом очень сильная позиция, ведь его киноиндустрия на данном этапе достигла такого уровня, что легко может обойтись без продукции Голливуда. Большую часть сборов кинотеатры получают от проката китайских, а не иностранных фильмов. Поэтому сейчас западные продюсеры и режиссеры оказались больше заинтересованы в Китае, чем Китай в них. Власти Китая не только показывают своим гражданам правильное кино, но и усиливают контроль над частными медиа. В октябре 2021 года главный орган экономического планирования Китая, Государственный комитет по развитию и реформам, опубликовал черновик запрета на частные новостные СМИ. В нем говорится, что медиа, не контролируемые государством, не могут собирать и распространять новости на территории Китая. Под запретами частные инвестиции в информационные агентства, включая СМИ, издательства и вещательные компании. Поэтому в Китае в скором времени могут остаться лишь государственные СМИ. Клуб иностранных корреспондентов Китая, которое власти считают нелегальной организацией, на основе своего исследования выпустил отчет, согласно которому свобода прессы в Китае уменьшается с головокружительной скоростью. Ну и, конечно, контроль IT-сектора. Еще в далеком 2014 году в Пекине стали внимательно следить за воздействием американских санкций на Россию. Поэтому когда в 2017 году первые широкомасштабные торговые санкции США ударили по экономике Китая, она была к ним неплохо подготовлена. И хотя американские санкции, лишившие ведущие китайские компании возможности закупать или производить на импортированном оборудовании чипы и другие компоненты для IT-продукции, показали неприемлемый для Пекина уровень зависимости от западных стран в сфере высоких технологий, выводы и ответные ходы Пекин сделал. Боясь отстать от США на ключевых направлениях 5G, искусственный интеллект, квантовые вычисления, Пекин требует от национальных технологических компаний, чтобы они действовали как единая команда. Фактически речь идет о воспитательных мерах, призванных сплотить бизнес под знаменами власти. В чем проявляется воспитательный эффект? Например, в давлении на крупнейшие компании, которые собирались провести IPO. Примерно год назад, владелец TikTok-компании ByteDance отложила планы по выходу на биржу на неопределенный срок, после доверительного общения с представителями Народного банка Китая. Ранее с аналогичными трудностями столкнулась эндгрупп Джека Ма, владеющая крупнейшей цифровой платформой Китая по проведению платежей Alipay и обслуживающая около миллиарда пользователей только в Китае. В октябре 2020 года власти вынудили компанию отказаться от проведения самого большого в мировой истории IPO, а также оштрафовали ее на 2,8 миллиарда долларов за противоправную деятельность. Без указаний деталей. А компания DD Group, основной китайский агрегатор такси и каршеринга, сразу после выхода на IPO стала объектом критики со стороны регулятора, и приложения компании выпилили из смартфонов пользователей в Китае. Запреты на проведение IPO продиктованы стремлением властей не допустить манипулирования котировками ценных бумаг, что способно дестабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Плюс, начиная с весны прошлого года, китайское антимонопольное ведомство концентрирует свое внимание на десятках IT-компаний, занимающихся хранением данных. Им предписано провести внутренние проверки и исправить деловые практики, ограничивающие конкуренцию. А главное, ужесточить правила работы с персональными данными пользователей, чтобы не допустить их утечки за рубеж. В Пекине считают, что доступ американских компаний к информации о поведении и привычках китайских пользователей создает политические риски. США получат возможность глубже понимать внутриполитические процессы в Китае, прогнозировать конкретные шаги властей внутри страны и за ее пределами. И как вишенка на торте, еще в июне 2017 года был принят беспрецедентный для мировой практики закон о национальной разведке. Он обязует всех граждан и компаний Китая сотрудничать с институтами разведывательного сообщества в деле защиты суверенитета и национальных интересов государства. Вот еще один красноречивый штрих. Весной 2022 года, в ответ на новую вспышку заболеваемости, власти предприняли меры, которые во всем мире признают беспрецедентными по своей жесткости. В Шанхае одного факта положительного результата ПЦР-теста достаточно, чтобы отобрать у матери двухлетнего ребенка или умертвить домашних животных. Это называют политикой нулевой терпимости. Разлученные с детьми родители по несколько дней не могут добиться информации о том, что с ними. Людям запечатывают двери квартир, чтобы они не нарушали режим изоляции. Еду им доставляют курьеры, но они просто не успевают справляться с потоком заказов. В итоге сидящие в заперти жители кричат из окон. И дело часто даже не в том, что они возмущены, а в том, что они голодают. И некоторые вот так ловят рыбку с помощью дрона. Такая вот она, китайская власть. Подмяло под себя национальных IT-гигантов, окружила обычных граждан вниманием и заботой со всех сторон, оберегает их от лишней информации, выбирая подходящие фильмы и обучая финансовой грамотности. А в случае чего, может и в квартире запереть. Как считаете, насколько эти методы действенны и полезны? В 2010-х главным направлением китайцев было копирование дорогих брендов. Вот несколько самых скандальных и известных примеров. Landwind X7, который полностью повторил английский Range Rover. Lefant 320, который как две капли воды похож на мини-купер. Или ещё Zotti SR9 в стиле Porsche Macan. Но как на сегодня обстоят дела с концептами на китайском рынке? Первым представим вашему вниманию электроспорткар NIO EP9. Аккумуляторные батареи размещены по бокам автомобиля для лучшей развесовки, а вместо пола — огромный диффузор для большей обтекаемости. Каждое колесо оснащено отдельным электромотором с редуктором, что в целом помогает NIO выдавать мощность в 1360 лошадиных сил. Автомобиль весит на пару сотен килограмм меньше того же Bugatti с Cerrone, поэтому имеет выдающуюся динамику разгона — 2,7 секунды до 100 км в час. Такие характеристики помогли NIO стать чемпионом среди электроспорткаров на знаменитой трассе Нюрбургринг. Следующим представителем этой категории стал Tech Rules Ren Ren RS, который одним внешним видом дает понять, что его дизайном занимались итальянцы. Невероятные линии в стиле Ламборгини, центральное расположение пилота в манере McLaren F1, четыре электромотора суммарной мощностью в 1305 лошадиных сил. В разгоне до 100 км в час этот болид обошел своего конкурента NIO, так как он разгоняется до сотни за 2,5 секунды. При всем при этом и запас хода у электродвигателей немалый — 1170 км при полном топливном баке. Еще одним удачным проектом при поддержке европейцев, на этот раз испанцев, стал гиперкар Ergfox GT. Кузов представляет собой обтекаемый монокок, а представлен болид в двух комплектациях. Дорожное купе имеет четыре электромотора с пиковой мощностью в 1632 лошадиные силы, а гоночный вариант обзавелся огромным антикрылом — шестью электромоторами, которые в сумме выдают 1020 сил и в два раза больше ньютон-момента. До сотни этот экземпляр разгоняется за 2,6 секунды, что немного уступает по динамике предыдущей тележки. И закончим обзор китайских гиперкаров на самом неожиданном экземпляре — Хон Чи С9. Вообще компания Хон Чи известна своими суперроскошными седанами для китайских чиновников, членов правительства, в общем так называемых членовозов. Но вдруг гиперкар. И в создании этого шедевра также видна рука итальянских мастеров — Audi, Seat и Alfa Romeo. Двигатель V8 объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями выступает в тандеме с тремя электромоторами. На выходе совокупные 1400 лошадиных сил, ускорение до сотни за 1,9 секунды и максимальная скорость свыше 400 км в час. Казалось бы, круче и мощнее, чем у всех конкурентов, но как всегда есть одно «но» — запас хода в электрическом режиме 40 км. Конечно, все эти гиперкары явно не для простых смертных. Но и для жителей сельской китайской глубинки есть хорошие новости. Например, NIO IS-6 и IS-8. Конечно, эти NIO не для серийного производства. Это пока еще только заявка о грандиозных намерениях в этом ключе. Алюминиевый электрический кроссовер с мощностью в 600 лошадиных сил и разгоном до сотни в 5 секунд. Но самое интересное решение в этой модели — сменные аккумуляторы, которые заряжаются вне самого автомобиля. А вот другой кроссовер BitTank второго поколения не только стал отличным конкурентом для NIO, но и дошел до массового покупателя. С дизайном, правда, китайцам снова помогали итальянцы, а шильдик 4.3S означает «ни что иное, как время разгона до 100 км в час». У этого кроссовера есть несколько комплектаций — электро, гибрид и бензиновый вариант. Все они отличаются по стоимости и характеристикам. А самая мощная гибридная версия в сумме выдаёт почти 450 лошадиных сил. Однако любовь к копированию у китайцев никуда не делась, ну или, скажем так, немного трансформировалась. Вот пара примеров. ORA — это дочерняя компания Great Wall, которая представила свой кошачий концепт электроавтомобиля, который смутно напоминает что-то среднее между Porsche Panamera и Volkswagen Beetle. А в салоне вы встретите не что иное, как Bugatti. И ещё одна модель от компании ORA, на этот раз с названием Punk Cat, которая на этот раз откровенно смахивает на четырёхдверную вариацию фольксвагеновского «жука», немного присыпанную отголосками мини-купера. Несмотря на то, что это концепт 2021 года, он явно создан под влиянием ностальгического прошлого — машина выглядит максимально олдскульно и по-настоящему похоже на ретро-кар. О современности авто говорит его электродвигатель и салон полной электроники. Есть ещё футуристичный беспилотник китайского гугла Байду. Китай по праву считается пионером в вопросе госрегулирования беспилотников. Это одна из первых стран, которая ввела единое правило передвижения беспилотников во всей стране. А местный бизнес активно участвует в создании автономных машин. Например, крупнейший поисковик Байду на ежегодной конференции показал прототип автомобиля, в котором место водителя не обозначено в принципе. Концепт представлял собой автономную капсулу с дверьми типа «крыло чайки» и большим экраном мультимедийной системы на месте традиционного торпеда и органов управления. Вместо водителя за управление отвечает новейший чип Kunlun 2, обладающий искусственным интеллектом. В общей сложности в КНР насчитывается более 30 компаний, которые развивают беспилотники. Причём коронавирус им не помешал. Только за первые 4 месяца 2020 года как минимум 10 китайских стартапов получили новые раунды финансирования. Одно из самых популярных направлений — роботакси. Свой сервис роботакси есть практически у каждого крупного разработчика. Например, стартап AutoX в 2020 году получил от властей Шанхая лицензию на использование сразу 100 беспилотных машин для перевозки пассажиров. На первых парах в таких автомобилях непременно должен сидеть оператор. Но вот управлять машиной он не обязан, достаточно просто присутствовать. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, и по распоряжению шанхайской мэрии поездки для пассажиров являются бесплатными. Китай интересует разработчиков ещё и потому, что местное движение отличается от европейского и американского. Здесь на дорогах намного больше пешеходов и мотоциклов. Это именно то, что нужно компьютеру, управляющему автомобилем. Чтобы научиться вводить как следует, системе требуются сложные случаи.